Я знаю, я совсем не тот, кто вам для счастья нужен. А он и нау, но пусть он ждет, пока мы гончим, Ужин, я знаю, даже кораблям необходимо пристать, Но не таким, как мы, не нам протягам и артистам. У нас в гостях солист группы «Вабанка» Александр Эвскляр и солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов. Доброе утро, я рад вас приветствовать в нашей студии. Доброе утро. Ну, вы знаете, обычно мы, честно говоря, собираемся часто, во всяком случае, до какого-то события, до того, как еще что-то произошло в данной ситуации, собираемся после. Потому что концерт, вот концерт посвященный Вертинскому, или концерт просто как это? Ну, мы назвали это «Прощальный ужин» в честь Александра Николаевича Вертинского. Вот он уже прошел. Да, он уже прошел. Буквально на днях, да? Ну, и как у вас ощущения, во-первых? Мы в восторге. Да, нам очень понравилось, очень хорошо. Мы долго очень готовились к этой программе. Практически два месяца мы ее делали. Вот уже когда решили, что она будет, что она вот будет конкретно 1 и 2 декабря, мы делали, непосредственно занимались ее подготовкой два месяца. Поэтому мы, во-первых, очень хотели, чтобы она прошла. Да, вот, и сейчас уже постфакту можем сказать, что мы очень довольны. Но то, что вы, скажем так, уже у вас были концерты, связанные с Вертинским, это, я думаю, известно многим. А то, что вот уже вдвоем вы работаете, это первый раз. Да. Как вы нашли тут друг друга вот именно? Ну, вот, где-то года 4 назад мы с Сашей пересеклись на гастролях совместных во банках Агаты Кристи. Ну, там было большое, много у нас было на гастролях. И поняли оба, что очень любили Вертинского. Вообще, неожиданно знали это друг о друге. В общем, искренне любим. Может быть, каждый по-своему, но в то же время пересекаясь. Я не знал, что Саша уже работает, эту программу. Он мне сказал об этом. Потом периодически предлагал как-то присоединиться к этому. И периодически, почему-то у нас вот все не скалывается, просто время не пришло к тому. К тому моменту еще до этого. Время пришло именно сейчас, именно в этот момент. И подобрались у нас люди очень замечательные, которые нам помогли, которые участвовали в этом всем. А вот Вертинский певец, как угодно можно назвать, артист его, да? Такой, в общем, неоднозначный. Его как не звать, это все равно Вертинский. Как не звать, это все равно Вертинский, да. Это все равно будет Вертинский. Он такой уникальный, единственный и неповторимый. Да, он, конечно, во многом очень загадочный. Единственное, что мне в данной ситуации не очень хотелось бы узнать, для кого вот такого рода концерт? Потому что это абсолютно точно не для всех. То есть это избранная публика должна быть? Ну, абсолютно не избранная, нет. Вы знаете, оказалось, что его творчество интересно, если говорить по публике, интересно, ну, во-первых, всем возрастам. Там были ребята, начиная, вот, я бы сказал, старшего школьного возраста, вот так по виду, да, до совсем пенсионного возраста. Большой охват. Вот, большой, весьма большой охват. И по тому, как они единодушно, в общем, очень с большим энтузиазмом встретили эту программу, мы так поняли, что, в общем, видимо, он всем интересен. Он просто каждому, наверное, каждому возрасту по-разному. Вот, кто-то в нем видит, может быть, там какой-то... Слава Богу, слава Богу, что видит, слава Богу, что знает. Вот это тоже очень приятно, честно. Вы знаете, нет, многие не знали, те, кто пришел, потому что возили молодежи, пришли именно как на Сашу Скляра, как на Глеба Самойлова, вот пришли как фанаты группы «Лабанка», как группы «Агата Христин». Нет, они знали, на что они идут. Они знали, на что они идут, в смысле нас, но не знали, что такое Вертинский. Что получится, да. Да, не знали, что такое Вертинский, и вообще, может быть, молодежь как раз и первый раз от нас его услышит. А эта любовь к Вертинскому, она как-то не перебьет любовь к вашим группам? Глеб, она у тебя перебьет любовь к Вертинскому? У меня тоже. Ну, хорошо, это последняя была, первая и последняя проба была, или все-таки? Нет, она была бы последней, если бы мы поняли, что нам это откровенно не удалось. Что у нас это не получилось, мы были бы разочарованы, тогда, конечно, скорее всего, она могла бы стать и последним. Но так как нам это понравилось, мы поняли, что мы хотим это продолжать и даже развивать. У нас есть какие-то там задумки по развитию этого проекта. Мы думаем, что это не последний раз, и так как впереди есть какая-то такая хорошая дата, день рождения Вертинского, вот, которая будет в марте, может быть, мы как раз в марте сумеем уже как бы эту новую нашу программу, расширенную, снова показать нашей московской публике. Ну и опять же, кроме Москвы, есть много других городов в России, и не только, и за пределами. Где тоже нужно знакомить людей с Вертинским, тоже. Или просто показать этот замечательный спектакль. Это спектакль, по сути дела это получился спектакль, конечно. Тем более, такая команда у нас подобралась, которую жалко как бы терять. Оперная певица. Дизайнеры, струнный квартет. Струнный квартет, романтик-квартет. Вот, это же все единая команда наша. И, конечно, и всем было очень интересно работать. Это получилась маленькая театральная труппа такая, знаете, которая может гастролировать. Спасибо вам огромное за то, что заглянули к нам сегодня в студию. Я желаю вам, конечно, успехов, большой любви, как вы уже сказали, не только к Вертинскому. С Москвой и Московской областью, дорогие друзья, прощаемся буквально на полчаса ненадолго. Все остальные регионы остаются с нами с настроением и с Александром Вертинским. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова